си туристы милитаристы миру мир нет войне сегодня у нас свифт фл или притарианский свифт от medford knife and tool я кстати говоря поймал себя на мысли вот я когда себя критикую тоже такое бывает совершенно честно двойные стандарты артур двойные сука стандарты вечно расплескиваешь говно на вентилятор по поводу блестящих клипс все те не нравится типа китайская блестящая клипса продешевили все это блестит бесит раздражает но как только на клипсе на блестящий литер и мк идти сразу же не но здесь конечно не ночи конечно да но это тищенко это все понятно кто угадал фильм по одной фамилии сразу ставлю вам лайк вот то есть но это это другое вы не понимаете это другое на самом деле что я могу сказать ребят я могу сказать что грег метфорд мне глубоко глубоко симпатичен как человек мне очень близки его убеждение может быть рисковатые может быть кто-то его посчитает ультра правым там и так далее но это его право кстати говоря он еще и ведет подкаст на радио где тоже высказывается там но так пересаливает бывает вот и далеко не каждый нож грега метфорда когда мы предприниму когда мы произносим этот мы сразу представляем какой-то брутальный кирпич лежащий на полке и так далее но я вам могу сказать что у него есть очень-очень именно такие ножи в пользу в одессе потому что скажем тот же самый смыв криминал мне очень понравился он именно вот как вот как иди сишник такой классный но такое именно роскошный одессе шник м48 я вообще молчу это прямая хотелка это прямая мечта я очень хочу этот нож то есть я прямо вот думаю что надо как нибудь замутить какой-нибудь там тройной четверной обмен каких-нибудь не кислых ножей на одну эту модель потому что им 48 я прямо вот ну мне невероятно понравился и еще одна моя хотелка которая прям вот действительно влюбил меня нож в себя я просто я просто понимаю что вот если у меня не будет проксимы то значит моя нажиманская как говорится сущность какого-то своего окончательного и полного удовлетворения не получит и скорее всего не получит потому что за такие бабки я просто буду тогда докупать какие-то приблуды к огнестрелу или в принципе как-то это все вложу в другое дело вот но все готовы достаем не глубокая посадка как обычно отверстие для темляка видно все блестит все все сверкает и как я уже сказал если у вас оригинальный метфорд на кармане вам все можно это вышеперечисленное простить потому что вот главное чтобы был оригинальный с другой стороны посмотрите какой красивый вот этот вот цвет у него встречается далеко не на первом ноже и невероятно классно почему не сделать такого же цвета фреймовую сторону вот здесь у меня такое ощущение здесь на самом деле я могу сказать ребят что рукоять ясно понятно титановая но она настолько как-то выглядит такое ощущение что нержавейка вот честно за нож в 600 евро почему бы и нет я думаю что ребята славные они привыкли опять же что я что вижу то и говорю вот этой стороной поворачиваешь раскрываешь нож прямо такой вот метфорд метфорд здесь переворачиваешь такое ощущение что это серкетишники сэкономили на финише рукояти и плюс еще и блестящие клипса но может быть это именно фишка данного конкретно ножа может быть грек именно хотел чтобы здесь все отражалось чтобы можно было бриться как говорится глядя в нож то есть у нас получается что я вам сказал что есть метфорды конечно безусловно которые как праздничный цыганский золотой кирпич лежать будут где-то на полке есть совершенно удобно варимые модели которые запросто можно использовать в одессе нуждах если вас как говорится не дрогнет рука там использовать в каких-то нарезках или строганиях но штамп ну за 500 600 700 евро вот и конкретно свифт ну эти здесь именно здесь даже дело не в механике дело в том что как-то мне вот не хватаете приходится немножко так нервенное движение делать то есть ну как сказать ну вот как есть так и видите свифт он на мой взгляд больше в дизайн больше именно с уклоном в и диссишность но без каких-то сильных силовых скажем так работ почему потому что тонкая рукоять не тонкая узкая правильнее сказать толстая узкая широкая узкая 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 до толстая тонкая широк да вот так вот бывает да то есть здесь я понимаю я вот беру рукоять вот молоточным хватом да и у меня получается что она действительно здесь такой вот вы нас что это практически кухонь их получается то есть если я действительно захочу строгануть здесь довольно далеко будет кромка от указательного пальца крутить его будет то есть это прям действительно придется наверно раза в полтора больше сил прилагать чем при обычном каком-то строгание именно за счет этого но кто берет такие ножи для того чтобы строгать ведь это уже становится привычкой не докручивать здесь именно что какая-то нарезочка разрезочка вскрывание так далее и вот сразу скажу что если для строгательных работ этот нож ну как бы ну так себе то за счет именно того что вот за счет формы рукояти этот здоровяк обычно здоровяки не садятся в руку отверточным хватом здесь отверточный хват он прям напрашивается он прям вот четко все пальцы по месту большой палец по месту то есть такое очень прям пыряльник диагональный хват практически это то подо что писалось потому что здесь все очень четко именно встает по месту тоже вот обратный если надо он есть он достаточно комфортный но повторюсь такие ножи вот именно вот с такими вот тоненькими сосисочками на основной сардельки клинка я как правило их каким-то именно строгальщикам не отношу ну пускай будет так приторен свифт фл метфорд knife and tool номер модели даёшкин кот ну что давайте раз у нас грег метфорд как бывший танкист весь пропитан натовским духом врубаем натовский алфавит потому что здесь целый целый набор целый набор буков в майк килов окстрот фокстрот 206 сиера танго дельта 44 танго майк танго сиера чарли сиера квебек 4 вот и тут же вам пожалуйста номер модели серпите бамбузов 5720 то есть здесь прямо такая зашифровка идет что дальше некуда дизайн грег метфорд длина 195 миллиметров длина клинка 95 миллиметров ширина клинка 31,7 миллиметра толщина по обуху 38 и вот здесь кроется конечно же безусловно кроется фишка фича я бы сказал так грега метфорда почему потому что даже кирпи досной толщины клинок а 38 это для него вообще такой стройники прямо скажем скажем с низкими спусками он умудряется сделать резаком за счет правильно вогнутых спусков по которым он еще и пустил шикарнейший сатинчик все очень красиво сделано то есть спуске вогнутые и это действительно делает ножи с очень серьезными какими-то с очень серьезными толстыми клинками мощными клинками делает именно что резаками вес 131 грамм допускай будет почему бы и нет столько cpm с 45 вен вот в тренде модно скоро на 35 начнут морщить нос и как мне нравится когда морщат носы на 440 уси да она в какой-нибудь баляковской термички уделает просто там урежет кого угодно там я не знаю ну ладно не об этом разговор рукоять вот здесь мои фломастеры титан с этой стороны красивой с этой стороны но так себе действительно здесь титан на мой взгляд очень напоминает от стоун вошенную и заполированную нержавейку то есть с этой стороны нож на свои 600 евро но не смотрится совершенно никак клипса у нас не переставляемая однопозиционная тип об кончиком кверху кто-то кто-то довольно метко пошутил в комментариях когда я часто говорю клипса у нас 1 1 или 2 позиционные типа об кончиком кверху и один из ребят написал что говорит каждый раз это позитивно так потому что когда тип даун кончиком книзу это уже кота старости по кончиком кверху это молодая такая тема так 600 евро 600 евро если я вы знаете я вот так скажу в любом случае любой метфорд на ламни найдет своего покупателя причем находят очень быстро причем находят так быстро что я не успеваю я просто не успел отследить я был в отпуске и написал по заин скал блин оставьте мне этот бушкрафтер я не конечно не буду я строгать там ножом за 700 евро блин там грубо говоря чуть ли не выставочным образцом но дайте дайте обзор сделать был на ламни fix it medford knife and tools такой бушкрафтер ского именно типа fix it за какие-то прямо деньги деньги и он улетел по моему за пару дней то есть я пока в отпуске там прохлаждался расслабляться у меня не получилось я очень надеюсь что когда-нибудь все-таки руки-ноги дойдут до этого ножа так вот я вам могу сказать ребята как всегда то что думаю то есть безусловно medford это не дешево безусловно он продается за свои деньги кто я такой чтобы осуждать но я могу сказать точно что на шесть сотен евро вот так вот если мне сечка мне сейчас подойдет какой-нибудь это если подойдет какой-нибудь господин и предложит шесть сотен евро я сразу пойму что какой-то подвох вряд ли возьму может даже накостыляю ему но если я предположим в лотерею выиграю 600 евро с обязательным требованием что я должен сходить на лавни и купить себе медфорда то за эти деньги конечно же я выберу другую модель какую-нибудь такую вот то есть я не могу сказать что мне слив не зашел но я могу сказать что за эти бабки мне конкретно медфордовская очень многое что другое зашло вот скажем так но в общем и целом почему бы и нет тоже очень часто встречается редко у других производителей очень часто глухая практически спина ну как говорится пусть будет пусть светит почему бы и нет вот примерно такие эмоции спасибо за просмотр всего доброго пока